МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Гордость страны в их достижениях. Президент Рауль Хаджимба принял лучших спортсменов Республики. В поддержку людей с ограниченными возможностями. Благотворительная акция Международного фонда АПСН. Победить коррупцию можно лишь вместе. Съезд Республиканской политической партии АПСН. Гордость страны в их достижениях. Президент Абхазии встретился со спортсменами, завоевавшими награды на международных турнирах разных видов спорта. Глава государства также принял руководство Госкомитета по физической культуре и спорту, председателя Национального олимпийского комитета, тренеров. Участие во встрече принял олимпийский призер Денис Царгош, а также совсем маленькие спортсмены. Репортаж Илеонора Гелаян. С каждым лично за руку. Только так поздоровавшись со всеми присутствующими глава государства открыл встречу со спортсменами, их тренерами и руководителями профильных ведомств. Рауль Хаджимба выразил уважение ко всем, живущим в ритме соревнований. А главное – побед. Друзья, я искренне рад встрече с вами. Это цвет нашей молодежи, нашего государства. Люди, которые неустанно тренируясь, каждодневно занимаясь своими видами спорта, создают имидж и нашему государству. Не секрет, что абхазские спортсмены, несмотря на все сложности в пути, зачастую добиваются самых высоких результатов. Правда, нет предела и этому, уверен президент. Мы хотим, чтобы эти успехи были бы еще большими. И для этого государство должно делать все, для того, чтобы спорт получал бы еще большие возможности, для того, чтобы были бы еще большие количество людей, и вовлечены в эти виды спорта. Физическая культура и спорт должны стать основой развития нашего государства. За многолетнюю и плодотворную работу в области физической культуры и спорта в ходе встречи заместитель председателя профильного госкомитета Рафаэль Ампар был награжден званием заслуженного работника физической культуры и спорта. Борец вольного стиля, призер Олимпийских Игр-2012, неоднократный чемпион мира и Европы Денис Царгуш поблагодарил главу государства за прием и поздравил своих коллег с приближающимися праздниками. «Приятно мне здесь стоять среди начинающих спортсменов. В первую очередь хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом, чтобы в следующем году вы добились своих высших результатов и шли к своей цели. С Новым годом всех! Спасибо большое!» Буквально 20 декабря мастер спорта Леон Цвишба одержал досрочную победу в финале чемпионата России по парадхэквондо и стал чемпионом. На приеме у главы государства молодой спортсмен выступил с благодарственной речью. Пожелать здесь всем счастливым спортсменам дальнейших результатов. В 2018 году какие цели у вас есть, планирующиеся результаты, которые вы хотите добиться на Олимпийские игры, чтобы это все осуществилось. Также хочу очень поблагодарить тренеров, которые вкладывают огромное развитие в своих спортсменов, вкладывают душу. Каждый тренер знает то, что он дает то, что у него есть самое главное, в развитие своего ученика. Спортсменам и их тренерам были вручены памятные подарки. Традиционная встреча завершилась общей фотографией. Возможно, через год все эти молодые люди привезут в страну еще больше медалей и побед. Президент Рауль Хаджимба поздравил энергетиков с профессиональным праздником. В поздравлении главы государства, в частности, отмечается. Сложно преувеличить значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики и комфорт, тепло и свет в домах наших людей. Несмотря на все трудности в энергетической системе нашей страны, вы демонстрируете высокий уровень профессионализма, выполняя каждый день колоссальный объем работ. Предельный срок, на который организациями, индивидуальными предпринимателями и банками могут быть выданы наличные денежные средства под отчет, составляет два месяца. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о мерах по упорядочению налично-денежного обращения. В соответствии с указом, в частности, предельный срок, на который могут быть выданы наличные денежные средства под отчет, составляет два месяца за исключением случая выдачи наличных денежных средств на приобретение материальных ценностей за пределами Абхазии, а также направление работников в командировку за пределы республики, но не более чем на 6 месяцев. Продолжаем выпуск. Победить коррупцию можно лишь вместе. Съезд Республиканской политической партии Абсны состоялся в столице. Залогом здорового развития Абхазского государства Полицовет партии считает борьбу с коррупцией на всех ступенях власти. Одним из гарантов прозрачности работы госорганов должно послужить внедрение современных технологий в работу ведомств и учреждений. Амелия Сатурян продолжит тему. Вопрос борьбы с коррупцией для нашей партии носит отнюдь не популистский или модный характер. Мы не стремимся заработать дешевые политические очки перед народом, подчеркнул председатель партии Абсны Ахра Аристава. Ни о каком справедливом распределении национальных ресурсов, включая финансовых, ни о каких успешных реформах в экономике, образовании, науке, культуре, спорте, не может быть и речи, если мы не справимся с коррупцией и не обеспечим прозрачность ветвей власти. Никогда наши люди, учителя, врачи, крестьяне, ученые, писатели, офицеры, ветераны войны, инвалиды войны, матери погибших не почувствуют справедливости, если вопрос борьбы с коррупцией не будет сегодня на первом месте. В решении этой глобальной для республики проблемы необходимо объединение всего народа. История доказывает, что ни одна политическая сила не сможет противостоять коррупции в одиночку, считают представители партии. Партия Обсны призывает все политические силы, которые реально на делах хотят бороться с коррупцией, объединить усилия, пойти на компромисс, отложить в сторону взаимные обвинения и распри, совместно создать все необходимые условия для правоохранительной системы, включая законодательные меры и начать реальную полномасштабную борьбу с этим злом. Выступление вице-спикера Народного собрания страны члена политической партии Обсны Ливона Галустяна было посвящено работе благотворительного фонда Асхара, деятельность которого направлена на поддержание многодетных абхазских семей. Надо сказать, что нашлись скептики, которые предрекали скорое закрытие благотворительной организации, которые обращали особое внимание на решение Попечительского совета поддерживать материально исключительно абхазские семьи. Скоро исполнится год, как были осуществлены первые выплаты родителям, воспитывающим троих и более детей. Результаты работы фонда превзошли самые смелые ожидания, уважаемые друзья. Получателем единовременной помощи в размере 100 тысяч рублей стали на сегодняшний день 333 семьи. Фонд Асхара является общественной организацией. Поступления в него осуществляются за счет средств меценатов и добровольных пожертвований. Считал и считаю принятую меру оправданной, учитываясь, с какой серьезной демографической проблемой сегодня столкнулись представители именно абхазского этноса, отметил Ливон Галустян. В свое время армян-переселенцев здесь поддержали, дали возможность растить и воспитывать детей, оправиться от последствий страшной трагедии геноцида. И сегодня не считаю правильным молча наблюдать за тяжелыми демографическими процессами в абхазском обществе. В такой ситуации уже нам необходимо встать рядом с коренным народом. Вместе мы должны сделать все возможное, чтобы наметилась положительная тенденция в вопросе демографии. Участие в итоговом съезде приняли представители районных отделений партии. Своё мнение о реформе органов местного самоуправления в 2016 году выразил депутат собрания Гагарского района Ревазбения. В соответствии с новой редакцией закона, глава администрации может назначаться президентом уже не из числа депутатов собрания. Однако на его назначение собрание может дать либо согласие, либо мотивированный отказ. В принципе, с моей точки зрения, это неплохая реформа и она способствует стимулированию более конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между местными органами самоуправления и органами государственного управления. Последние два месяца для партии Апсны были ознаменованы выездными конференциями. Собрания политического объединения прошли в Гагарском, Гудаутском и Ачимчирском районах, а завершились всеобщим республиканским съездом в столице Абхазии. Амелия Сатурян, Раму Камке, Абазатове. В поддержку людей с ограниченными возможностями. 11 современных инвалидных кресел переданы Международным фондом Апсны людям с ограниченными возможностями. Около 20 тысяч долларов на приобретение кресел было собрано силами абхазской диаспоры за рубежом. Список из девяти нуждающихся сформировал фонд инвалидов Абхазии. Два детских кресла получили подопечные Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Надежда Боровикова с подробностями. Два месяца назад по инициативе члена правления Международного фонда Апсны Октай Ачкотуа стартовал проект «Агубыл-Ра» или «Сострадание». В рамках проекта был осуществлен сбор средств для покупки современных инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Было обращение нашим соотечественникам в течение двух месяцев через интернет, проживающие в Турции, Англии, Европе и в том числе в Абхазии наши соотечественники помогали. Нам был передан список, где 11 человек были инвалиды, которые обратились в заявление для получения этого помощи. И сегодня мы в радость передаем нашу помощь, наши коляске нашим инвалидам. В список сформированной ассоциацией инвалидов в войны попали 9 наиболее нуждающихся ветеранов с травмами позвоночника. Благодаря такому подарку каждый из них сможет стать чуточку самостоятельнее. Есть такое понятие философии независимой жизни людей с инвалидностью. Для того, чтобы все время кто-то их не таскал, чтобы они были независимыми, а вышли сами, сделали свои дела, устроили свою жизнь и так далее. При этом, конечно же, им нужно создать не только эти коляски, а доступные судьбу, пандусы, въезды, выезды и так далее. Тогда человек становится независимым и может сам проживать и общество тоже принести. Инвалидные кресла – электронные, легкоуправляемые, со съемными подставками для ног, регулируемой спинкой и подголовником. Стоимость такой высокотехнологичной коляски – почти 2000 долларов. С наступающим Новым годом! Спасибо огромное, кто организовал вот эту акцию. Очень приятно. Спасибо большое. Пожелать хочу единственного мира, спокойствия и дай Бог, чтобы все было в Абхазии хорошо. Два детских инвалидных кресла были переданы подопечным Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. И это далеко не первый подарок. За счет Международного фонда Обсны в центре была оборудована игровая комната с множеством развивающих деталей и уникальный кабинет для аудиометрии. Этот подарок позволит двум детям иметь возможность самостоятельно передвигаться. От лица коллектива Революционного центра, от лица родителей наших детей позвольте поблагодарить Международный фонд Обсны, лично его президента Гогу Асанера Наджемовича, за большую помощь, оказываемую нашим детям. Позвольте пожелать вам процветания, всяческих благ вашим благодатным трудом. Конечно, новые кресла – это не панацея от всех проблем. Недостаток лекарств, средств на медицинское обслуживание, неприспособленная городская среда, сложности трудоустройства – все эти проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в Абхазии, еще предстоит решить. Но как минимум 11 человек в этот Новый год будут согреты вниманием и любовью соотечественников, живущих в разных частях света. Надежда Боровикова, Турник Амичба, Абаза ТВ. К другим темам. Памяти павших на полях Великой Отечественной. Из 320 пропавших без вести участников Великой Отечественной войны из Абхазии установлены имена 70 погибших узников концлагерей. О проекте, в рамках которого удалось добиться таких результатов, и его авторах расскажут наши коллеги с Гагарского телевидения. По словам автора проекта Григория Скворцова, из 320 пропавших без вести участников Великой Отечественной войны в течение года, при поддержке Министерства обороны Абхазии, районных администраций, комиссаратов и курсантов Сухумского высшего общевойскового училища, на сегодняшний день установлены имена 70 погибших узников концлагерей. Среди них 15 жителей Гагарского района. Проект начался неожиданным образом. Мы во время восстановления монастыря в Белоруссии, древнейший православный женский монастырь в городе Полоцк, оказались на территории лагеря для военнопленных. Об этом мы узнали только после того, как стали находить большое количество различных военных предметов. Самым большим шоком для нас было, когда дети, они нашли останки красноармейцев в траве, в пилотке практически. Это для нас было огромным потрясением. Мы бросили всю работу и пришли на это место и подняли 500 человек, в том числе детей, это были сыновья полков. Они все были расстреляны фашистами. И вот с того момента мы смотрели за этим захоронением в Полоцке, и там мы узнали, что на самом деле представляет собой история советских военнопленных в немецких концлагерях. Упоминание имен военнопленных было запрещено в течение 70 лет. То есть они были обречены на безвестность. Три года назад увидел случайно совершенно фамилию жителей Абхазии, фамилию Буюклян из Нового Афона. И у меня, как у гражданина этой страны, возникло самое большое желание и необходимость ответить на вопрос, а сколько же жителей Абхазии считаются пропавшими без вести? Их оказалось несколько тысяч, но в Российском военном государственном архиве нам удалось найти списки только на 320 человек. Задача заключалась в том, чтобы вернуть это имя, имена этих людей в своей семье. Благодаря тому, что у нас есть поддержка со стороны Министерства обороны, районных администраций Абхазии, мы проводим этот проект. 21 декабря в Доме культуры города Гагра состоялось вручение справок родным и близким с указанием концлагерей и места захоронения солдат. Среди 15 установленных имен – три брата, одна фамилица Еник. Самсон Ахашимовича Еник родные разыскивали 64 года. Самсон – родной брат отца. Еще до моего рождения отец разыскивал его, писал письма во многие военные ведомства Советского Союза, а затем и России. Но результата не было. Последний раз Самсон отправил письмо домой в начале 43 года, в котором рассказывал, что с друзьями защищает родину и совсем скоро освободят ее от фашизма. Отец умер с болью в душе, но мне посчастливилось. Сегодня удалось узнать о месте захоронения дяди, рассказывает племянник Самсона Ахашимовича Астамур Еник. Самсон Еник умер в апреле 1943 года в концлагере от мучительной болезни кишечника. Похоронен солдат в городе Псков. По словам Астамура Еник, в ближайшее время они с семьей планируют поехать к месту захоронения родственника. Курсанты Сухумского высшего общебойскового училища со всей ответственностью отнеслись к поставленной задаче. Мы взялись за эти поиски, нам было очень нетрудно это сделать, очень сложная работа была. Мы по немецким архивным данным переведенные, нам они были даны, мы по ним искали адреса этих районов, адреса тех жилых домов, где они жили раньше. И, соответственно, мы проходили сами, пешком, с ребятами, с моими товарищами. Автор проекта «Возвращение имени Григорий Скворцов» пояснил, что в дальнейшем они будут узнавать и о судьбах узников, которые были освобождены из немецких концлагерей, но задержаны органами советской власти. Заместитель главы администрации Гагарского района Гаек Челенгарян и военный комиссар Гагарского района Дмитрий Хагбе выразили огромную благодарность автору проекта и всем, кто его поддержал за проведенную работу. Здесь я вижу огромную работу человека, который сегодня находится у нас. Мы говорим о войне. Война без погибших, без пленных, без пиды, без слез никак не может быть. Пусть никогда, нигде, ни в одной стране никогда не прозвучат слова скорби по тем, кто не вернулся домой. Мы сейчас говорили о цифрах чуть более 300 человек представителей Абхазии. Но это не все, скорее всего. Это только те люди, о которых что-то стало известно. В продолжение темы. Санчара пост-мортем. Летом 2017 года экспедиция абхазских и российских ученых отправилась на Санчарский перевал, чтобы найти останки советских солдат, погибших во время битвы за Кавказ. В результате экспедиции были найдены и идентифицированы останки 33 военных. В ходе торжественной церемонии они были захоронены в высокогорном селе Псху. Заместитель директора музея боевой славы Николай Медвенский выступил автором идеи документального фильма об экспедиции на Санчарский перевал. Отрывок из этого фильма мы представляем вашему вниманию. Меня зовут Александр Николаевич Ионов. Я 33-летний минометчик 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта. Погиб 15 октября 1942 года при штурме Санчарского перевала советскими войсками. Международные новости. В Каталонии завершилось голосование на досрочных выборах в парламент. После подсчета 96% поданных бюллетеней, 70 из 135 мест в региональном парламенте займут представители партий, выступающих за отделение Каталонии от Испании. Теперь до 23 января будет сформировано региональное правительство, а нового главу Каталонии изберут к 7 апреля. Напомним, досрочные выборы в парламент Каталонии назначили после того, как регион объявил о независимости по итогам местного референдума. Мадрид назвал голосование незаконным и ввел в Каталонии прямое правление. Региональный парламент распустили, а местное правительство отправили в отставку. Отстраненный от власти глава Каталонии Карлис Пучдемон уехал в Бельгию, откуда ввел избирательную кампанию. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба готовится к показу детского новогоднего спектакля «Сказки, как ёжик Новый год встречал». Премьера состоится в понедельник, 25 декабря. Каждый день будет по два представления в 11.00 и 13.00. «Сказка по пьесе Алхаса Шамба» будет показана своему юному зрителю до 30 декабря, а в следующем году уже со 2 по 6. В этом году Алхас решил не брать готовый материал, а попробовать написать абхазскую сказку. Нам всем известно, что в природе не существует абхазской сказки новогодней. И уже который год Абхазский театр делает такие попытки. Мы пробовали на заказ, чтобы абхазская тематика была в новогоднем спектакле. В этот раз у Алхаса Шамба такая попытка сделать, обабхазить, в общем-то, Новый год. Несмотря на то, что это всемирный общий праздник. То есть наш зритель абхазский зритель, поэтому хотелось элементами. И, на мой взгляд, ему это удалось. Абхазия примет участие в первом съезде Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии. Наша страна будет представлена в руководстве Ассамблеи народов Евразии в лице абхазского писателя Владимира Делба, который избран заместителем председателя Литературного совета АНЕ. В проекте «Лифт» – литературный фестиваль фестивалей АНЕ участвуют литераторы из субъектов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. На первом открытом заседании Литературного совета Ассамблеи народов Евразии литераторы и журналисты встретятся с руководством Ассамблеи, обсудят ряд проектов и совместных мероприятий. В Сухуми прошел отчетный концерт музыкальных учреждений отдела культуры столичной мэрии. В мероприятии приняли участие более 20 танцевальных и вокальных коллективов. Дети исполняли известные мировые хиты, звучали знакомые кавказские мотивы, ну и, конечно, национальные абхазские мелодии, исполняли которые на традиционных музыкальных инструментах. Праздничная атмосфера, живая музыка, детский смех наполнили зал настоящим новогодним настроением. Праздничная атмосфера, живая музыка, детская атмосфера, живая музыка, Субтитры создавал DimaTorzok До проекта не выходили на большую сцену, никогда не занимались профессионально танцами. От Абхазии на международный конкурс поехали Леон Кабба и Милена Тачулия. Леону удалось дойти до полуфинала проекта. Милена Тачулия стала одной из десяти финалисток шоу. И снова о спорте. Абхазский спортсмен Батал Чежия победил камеронца Даниэля Негата в полупрофессиональном бою, который прошел накануне в Москве. Бой выдался напряженным и продолжался все шесть отведенных раундов. И в конце единогласным решением судей победу одержал Батал. По словам президента Федерации бокса Абхазии Алика Кардиоглы, бой был очень тяжелый. Противник был физически крепкий. Следующие бои у Батала Чежия предстоят во всемирной серии профессионального бокса, которая пройдет в Сочи в феврале 2018 года. Ну а известный абхазский футболист, игрок национальной сборной Абхазии по футболу Шаббат Логуа удостоен звания мастера спорта республики, с чем мы его и поздравляем. Внимание! Черноморнерго сообщает. Ткварчалский, Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы, а также западная часть города Сухум будут обесточены 23 декабря с 7 до 9 утра. Отключения связаны с осуществлением ремонтно-профилактических работ на подстанции Ткварчал-Гресс и на высоковольтной линии Ачимчира. Сейчас о погоде в Сухуме. В выходные в столице облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха днем 10, ночью 6 градусов выше нуля. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. Удачных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok